МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Памятная доска из мрамора, на которой золотыми буквами высечена надпись о канонизации преподобного Серафима Саровского – это одна из самых уникальных находок, обнаруженных в процессе археологических раскопок на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Глава региона Глеб Никитин ознакомился с образцами артефактов и принял участие в конференции Института археологии Российской Академии Наук. Без истории действительно нет будущего. Только традиция, которая идет из глубины веков, может позволить устоять против натиска всех тех, может быть, оппонирующих каких-то духовных веений, информационных веений, которые направлены, к сожалению, против того пути, который убрала наша страна. Вот только такая традиция может позволить устоять. Археологические раскопки на Саровском городище носили спасательный характер и проводились на месте воссоздания соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». Также экспедиция исследовала средневековое Мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь. Обнаруженные артефакты относятся к различным историческим эпохам. В городе Сарове, в Нижегородской земле, есть ясное понимание, поработничество, единомыслие церковной жизни ученых, общественных, культурных. И в это наша сила единственное согласие. В ходе раскопок полностью выявлены и исследованы фундаменты храма живоносного источника. Это позволило восстановить основные этапы его строительства и функционирования. Археологи исследовали кладбище вокруг храма, в том числе и захоронение героя Отечественной войны 1812 года генерала Бориса Полуэктова. Терроскопки – это новый шаг в археологическом изучении Центральной России. Они добавляют много нового к историческому прочтению Сарова. Это новые грани, новые аспекты его истории. И поскольку сегодня история воспринимается не только как абстрактное заключение, она воспринимается через конкретные находки археологические, через конкретные документы, через конкретные источники. На днях подписаны распоряжения правительства России о подтверждении программы развития кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Она предполагает восстановление объектов культурно-исторического наследия на территории региона. Глеб Никитин отметил, что наш город будет играть особую роль в паломническо-туристическом кластере. Это город сам по себе, бренд, город-легенда. Здесь такое фантастическое сочетание науки, научного технологического наследия, причем такой научной славы настоящей нашей страны, ядерный щит, и духовного наследия, наследия батюшки Сергея Васаровского. Также Глеб Никитин принял участие в заседании Духовно-научного центра, темой которого стала национальная культура как базовый элемент развития России. Определяет ли Бог судьбу человека при рождении, или человек сам ее формирует? Почему принято крестить в младенческом возрасте? И как владыка пришел к вере? С рассказа о своем жизненном пути начал традиционную встречу правящей архиерей. Он поведал о семье, родителях, о том, как с ранних лет его учили милосердию и состраданию. Детские впечатления о том, как впервые подал милостыню, он пронес через всю жизнь. Я как подпрыгнул, до копеечку бросил эту кружечку, и она так зазвенела там. Она стоит одновременно. Спасибо, Господи. И вот эти слова, знаете, как будто меня вот таким теплым воздухом окутывает. В зале духовно-научного центра собрались студенты первого и второго курса Саровского физтеха. Список из более 90 вопросов передали митрополиту перед встречей, и он сам выбирал, на какие ответить. Схожие по тематике вопросы владыка объединял и разъяснял девушкам и юношам свою точку зрения. Мало очень времени для общения, о чем всегда говорит владыка, что надо общаться. И общаться, конечно, не по телефону, не по скайпу, не по интернету, а общаться лично. И вот эти встречи, они как раз и, я считаю, открывают у каждого человека дорогу к себе. Студентов интересовала не только тема религии и веры. Гораздо больше их волновал вопрос о месте человека в этом мире и о его предназначении. Молодые люди интересовались мнением митрополита об атеизме, новых медицинских технологиях, ядерном оружии и месте России на политической карте мира. Всегда у него очень развернутые ответы. Он всегда цитирует и Пушкина, и других известных поэтов. То есть, вы знаете, я с большим удовольствием всегда присутствую на этих встречах. Ежегодная встреча с митрополитом Георгием вызывает у студентов интерес. И правящая архиерея всегда выделяет в своем плотном графике служение время для общения с молодым поколением. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Сарова, 24. Обозначить доступность общественных мест для людей с ограниченными возможностями через мобильные приложения. Привлечь в ряды общественной организации новых участников. Наладить постоянное взаимодействие и сотрудничество с городскими властями. Это только часть планов общества инвалидов на ближайшее будущее. В планах, конечно, организовать какой-то, ну, наподобие фонда по сбору, ну, каких-то, может, мизерных средств, кто поскольку может, которые будут направлены в помощь инвалидов. По последним данным, в Сарове проживает около 4 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. В обществе инвалидов состоят менее половины из них. Между тем, организация выполняет важную для этой категории людей задачу. Отстаивает их интерес на различных уровнях и занимается социализацией. Мы призываем всех инвалидов вступить в общество. Для чего? Чем более массово мы будем выглядеть на городском уровне, тем более городские какие-то власти, какие-то органы будут прислушиваться к нам. Членские износы по 50 рублей в год для многих оказываются непосильными, так как почти весь доход уходит на лечение. Общество инвалидов оказывает поддержку всем и предоставляет нуждающимся на безвозмездной основе инвалидные кресла, костыли, ходунки. Но их количество ограничено, поэтому организация примет любую помощь для пополнения арсенала средств реабилитации. Не все могут оказать финансовую помощь и перечислить денежные средства. Но здесь всегда ждут добровольцев, которые помогут протереть от пыли, отремонтировать и разложить по стеллажам средства реабилитации. Сейчас организации нужны люди, которые приведут складское помещение в порядок. Помощь специалистов потребуется при ремонте инвалидных кресел. Нужно будет проверить их состояние и заменить сломанные детали. По всем вопросам обращаться по телефону 3-17-21 или 3-50-11. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Фальшивая купюра достоинством 5000 рублей попала на экспертизу криминалистам в начале марта. Ее обнаружили в одном из отделений банка. Пока следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, эксперты-криминалисты определяют, каким образом поделана банкнота. Когда купюра на руках, очень важно посмотреть на просвет, водяной знак. На купонном поле на просвет видно, с одной стороны, изображение портрета человека. В зависимости от купюры, там разные исторические личности изображены. А на другом купонном поле номинал купюры. Крупные банкноты обычно печатают большими тиражами. Способов подделки множество. Специалисты ведут специальную картотеку, благодаря которой выявлено до 100 вариантов изготовления фальшивой купюры одного номинала. Защитная нить, кип-эффект, метки для людей со слабым зрением. Большую помощь в определении подделки может оказать номер банкноты. Сложить в районе номера купюры и провести ногтем. А если осыпается, значит подделка. Настоящие деньги никак не реагируют на это складывание, на механическое воздействие. Наиболее мелкие купюры фальшивые монетчики печатают на простом струйном принтере. Экземпляров подделок за раз выпускается немного. Отличить такую банкноту от настоящей очень просто. Краска на ней расплывается от воды. Послюняйте пальчик, протрите. Вот оно если размывается, там те картинки, неважный текст. При большом хождении, если долго потерпеть, она уже видно, сама уже без воды размывается. Самыми подделываемыми считаются купюры достоинством 5 и 1 тысяч рублей. Чаще остальных встречаются фальшивки банкнот нового образца. Злоумышленники пользуются тем, что люди еще плохо знают, как должна выглядеть купюра и не осведомлены о способах ее защиты. Гражданам надо быть всегда внимательным при оплате наличными денежными средствами, в том числе в магазинах, на рынках. Также при получении зарплаты, либо какими-то иными там обменными способами в банках. За сбыт фальшивых денег законам предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободно на срок от 6 до 15 лет. С более подробной информацией о том, как отличить фальшивые купюры от настоящие, можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка России. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В 1946 году на территории будущего закрытого города был введен строжайший запрет на любую фотосъемку. Три фотографии на стенде в городском музее, единственные кадры, сделанные жителем тех мест на свой страх и риск. Место для создания самого закрытого города страны специальной комиссии скала и в Подмосковье, и на Урале, и в Казахстане. Но выбор остановили на затерянном лесах, старом монастыре, при котором был организован 550-й военный завод. Это место московской комиссии очень понравилось. Они целый день обошли все цеха, осмотрели. Кругом им очень понравилось, что кругом этот завод находился в дремучем лесу. Еще одним фактором, сыгравшим в пользу поселка Саров, стало наличие своей электростанции, двух рек и расположенной узкоколейной железной дороги. Казалось бы, глухой угол, но час лета до Москвы. Представьте себе. А в округе еще металлургические комбинаты, заводы. Два-три часа, и они уже там что-то могут взять. Это ведь не на Урал ехать. На принятие такого важного решения у комиссии, в которую ходили Юрий Харитон, Павел Зернов и Иван Никитин, ушло всего несколько дней. По официальным данным, приезд группы из Москвы датируется 1-2 апреля 1946 года. А постановление о создании за то подписано 19 числа того же месяца. 1 января 1947 года этот объект взяли за проволоку. И все. И уже кто, допустим, был за зоной, вот так они и остались. Вот к родственникам ушли, и все, они уже не могли сюда войти. До середины 60-х годов на территории Сарова соблюдался режим строжайшей секретности. Въезд и выезд ограничены, а личная корреспонденция жителей города проходила через сотрудников комитета госбезопасности. Но цель оправдывала средства. Все это позволило в кратчайшие сроки создать и испытать атомное оружие. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Зима окончательно отступила. Столбики уличных термометров повышаются с каждым днем. Одними из первых выходят из спячки иксодовые клещи. Они начинают активизироваться при устойчивой температуре воздуха плюс 10 градусов. Крошечные насекомые зачастую становятся переносчиками опасных заболеваний. Иксодовые клещи передают такие инфекционные заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, тулеремия, эрлихиоз, анаплазмоз и многие другие. На территории Сарова специалисты фиксируют только клещевой боррелиоз. Эта бактериальная инфекция успешно лечит с антибиотиками. Но чтобы не стать жертвой опасных насекомых, перед посещением леса нужно правильно подобрать одежду. Необходимо иметь длинный рукав, рубашки или куртки и манжеты должны плотно прилегать к телу. Брюки по возможности нужно заправить в сапоги или носки. Одежду лучше выбирать однотонных и светлых тонов. Дополнительным средством защиты от укусов служат различные отпугивающие спреи и лосьоны. Репелленты обладают специфическим запахом. К тому же обработанная таким образом ткань сохраняет свои свойства несколько дней. В нашем городе клещей на наличие антигенов не исследуют. Прием насекомых на такой анализ проводится в лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнем Новгороде. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Листик, Служба новостей, Саров, 24. Чтобы еще в момент призыва узнать, в какой род войск лучше определить призывника, как сделать так, чтобы он избежал конфликтов на месте службы, много лет назад был создан комплекс психологических тестов. Тест в основном профориентационный, но также есть вопросы на нервно-психическую устойчивость, для того, чтобы предотвратить различные ЧП в частях, и также по показаниям для консультации психиатра, если это необходимо. Именно по результатам теста призывная комиссия принимает решение о зачислении будущего солдата в научную роту или в элитные рода войск. Сергей Достолев по объективным причинам служить не пойдет. Но если бы все сложилось иначе, косить от армии не стал бы. Во-первых, это уже немного, один год всего лишь отслужил, и все, ты свободен, делал, что хочешь по жизни. Ничего страшного в одном году нет. Всего из Сарова в этот призыв отдавать долг родине отправится около 50 молодых людей. По словам сотрудников военкомата, служить ребята будут и в частях Нацгвардии, и в пехоте, и в частях РВСН, и многих других. О судьбе тех, кто уже этим летом отправится к местам несения службы, родные смогут узнать, обратившись в военкомат. Первое, через неделю примерно после того, как призвали ребят, у нас появляются списки, куда, в какие части конкретно ребята попали. Эту информацию можно у нас получить. Там есть контактные телефоны, они могут созвониться с командирами части или с дежурными и узнать интересующую их информацию. По словам сотрудников военкомата, этот призыв показал, что в общем и целом здоровье будущих защитников родины лучше, чем в прошлые годы. Процент тех, кто отправляется в ряды вооруженных сил добровольно и осознанно, становится выше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, СРОВ24. Елена Коробова держит в руках поводок, на котором еще вчера она выгуливала своего питомца, трехлетнего Лаки. Активный и жизнерадостный пес ладил с соседями, любил детей и не доставлял хозяевам проблем. Иногда Лаки отпускали на улицу одного, в ошейнике. Но после последней прогулки любимец семьи не вернулся. У меня трехлетний ребенок, они выросли вместе с дочкой, они вместе, как брат и сестра, так скажем. Мы зашли с дочкой домой, я думала, сейчас он погуляет, как обычно, он придет домой через час, как всегда, покушать. Ну вот, не пришел. Светлана Николаевна стала очевидцем того, как служба от Лова усыпила собаку. Днем женщина гуляла со своим четвероногим другом, рядом с ними бегал и Лаки. На стоянке неподалеку припарковалась машина, из нее вышел сотрудник службы по от Лову. В поле зрения мужчины попал Лаки. Он пытался ее истребить, отловить. Но я подошла и стала ему говорить, что не надо эту собачку трогать, она домашняя, и на ней ошейник. Вы не имеете права. Я говорю, я вам ее не дам. Ну не дадите, значит будет ваша собака застрелена. Хотя она и на поводке. По словам Светланы Николаевны, в собаку выстрелили специальным препаратом. От испуга Лаки убежал во двор. Буквально через несколько минут женщина обнаружила собаку около подъезда, уже без признаков жизни. Служба от Лова ее не забирала, хотя он сказал, мы ее отломим, заберем приют, она у нас в приюте побудет, а потом мы их выпускаем. Но он этого не сделал. Он оставил собачку на смерть и сказал, что доза там небольшая и с этой дозой с ней ничего не будет. В причинах смерти Лаки будут разбираться медики. Почему после укола собаку не забрали в приемник, как это делают с остальными животными, неизвестно. По правилам после отлова всех собак и кошек должен осмотреть ветеринар и принять решение об их дальнейшей судьбе. Если они здоровые, то прививаются и производится процедура стерилизации кастрации. Беркуются, у нас сейчас используются бирки, и выпускаются снова в окружающую среду. Если собака и кошка заражена бешенством или другой неизлечимой болезнью, принимается решение об эвтаназии. После изменения системы финансирования городского приемника, здоровые животные могут пребывать там не дольше 10 дней. По истечении этого срока их судьба в руках волонтеров и неравнодушных соровчан. Что же касается животных, у которых есть хозяева, то в этом случае стоит помнить правила «Мы в ответе за тех, кого приручили». И не отпускать питомцев гулять без надзора. Возможно, именно это поможет избежать печальных последствий. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ирина Скакалина уже определилась, чем будет заниматься в будущем, и менять свое решение не намерена. На экскурсию в медицинский колледж она пришла еще и потому, что здесь учится ее брат. Работу в сфере медицины Ирина для себя считает очень важной. Потому что это обширная профессия, и достаточно хорошо платят. И я хочу помогать людям, потому что я хорошо к ним отношусь. Для девчонок и мальчишек, которые подумывают о карьере врача, на встрече не просто рассказали о возможностях Саровского медицинского колледжа. Восьмиклассникам показали, как оказывать первую медицинскую помощь человеку, который не дышит. Это очень важно, потому что если ты увидишь человека, который лежит без сознания, то мало ли что с этим человеком может случиться. И то есть надо хотя бы оказать первую помощь. Школьники попробовали повторить манипуляции экстренной помощи на специальных манекенах. По мнению сотрудников колледжа, такой подход к профориентационной работе себя оправдывает. Еще до поступления в среднее специальное учебное заведение, ребята будут представлять, из чего будет состоять учеба и дальнейшая работа. С моей точки зрения, человек, который идет в медицину, вообще не только медсестрой и медбратом, а вообще медик, он должен иметь огромное желание помогать людям, несмотря ни на что. Должен желать работать, все-таки это труд, и труд нелегкий, как правило, и получать от этого труда удовольствие. Кабинеты массажа, анатомии, ухода за ребенком и за больными в стационаре. Проводя экскурсию, сотрудники колледжа старались показать максимум того, с чем в будущем придется столкнуться ребятам, которые пожелают стать медицинскими работниками. А таких по итогам визитов с РМК оказалось большинство. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Семиклассница Ульяна Скородумова, как и любой современный подросток, не представляет своей жизни без интернета и соцсетей. На занятия в рамках проекта «Профтренд», посвященный гибридным войнам, она пришла из любопытства. Ее родители и учителя постоянно говорят о негативном влиянии соцсетей, но причину объяснить не могут. Здесь же нам подробно объяснили, откуда они берутся, как это работает, почему же они все-таки вредны, что стоит опасаться. И мне это очень понравилось, что мне наконец-то объяснили, почему это именно так происходит. Ульяна считает, что социальные сети полезны. Они облегчают жизнь школьников, расширяют круг общения и помогают узнавать много нового. На заседании дискуссионного клуба девушка узнала об обратной стороне соцсетей. Специалисты службы безопасности ядерного центра рассказали о манипулировании сознанием человека через лайки и репосты. Мы взрослеем все потихонечку и рано или поздно до каждого из нас доходит, что эта зависимость – это глупо, и что лайки – это уже не главное. Например, со своими друзьями и такой зависимости я на данный момент уже не наблюдаю. Цикл лекций в рамках проекта «Профтренд. Гибридные войны» завершился беседой со старшеклассниками о социальных сетях как средстве введения информационно-психологического противоборства. Занятие прошло в формате дискуссионного клуба, и школьники могли высказать свое мнение по этой теме. Ребята имеют возможность задать любой вопрос, который их интересует. Может быть, тот, который они не спросят в семье или в школе, постесняются в силу возраста. Или иногда не у кого спросить взрослый пароль, не оперируют таким объемом данных. Как показали встречи в дискуссионном клубе, тема влияния интернета на человека очень актуальна. Поэтому в следующем учебном году специалисты службы безопасности в НЕФ возобновят занятия и продолжат говорить о разновидности гибридных войн. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Костюмы, музыка, декорации и все происходящее на сцене переносят зрителя в начало 20 века. «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова – классический спектакль, который так долго ждали сравчане. «Очень приятно было видеть всех в таком большом составе на сцене, костюмы замечательные. Все понравилось, спасибо!» «Очень понравилось, спасибо огромное артистам, прям замечательно играли». «Спектакль очень понравился, хоть и классика, но трогает душу и замечательное настроение». «Очень понравилось то, что такое классическое произведение, оно показано с точки, ну, как бы, достаточно академически, да, но и при этом такие вкрапления какого-то такого немножко современного, современных таких моментов, ну, очень здорово». «Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень, и я жить без него не могу». «Помещицу Любовь Раневскую, главную героиню пьесы, сыграла Ирина Авакумова. Эта роль считается жемчужиной в репертуаре любой актрисы. «Конечно, это хочется сыграть, хочется к этому прикоснуться, хочется произносить этот текст, переживать те события, которые происходят с этими людьми. Поэтому, ну, конечно, это роли мечты». «Как считает Ирина Авакумова, такие женщины, как Раневская, встречаются и в наше время. Героиня любит свой дом и не видит своей жизни без вишневого сада. Однако она не делает ничего, чтобы спасти свое поместье и надеется лишь на чудо». «Это мне очень напоминает нашу интеллигенцию, так от счастья, которые очень искренне, искренне любят Родину, вот, говорят об этом, действительно пылают к ней страстью истиной, но…» «Как говорят актеры, этот спектакль и сейчас не теряет своей актуальности, а темы, которые в нем затраиваются, всегда будут волновать зрителя». «Любая классика, она до сих пор актуальна, так как она поднимает вечные проблемы, вечные ценности в них затронуты, показаны». «Спектакль «Вишневый сад» будут показывать в Саровском драматическом театре в апреле. Для зрителей старше 12 лет». Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». По аудитории Саровского физтеха собрались делегации из 21 города, студенты и преподаватели 28 вузов и научно-исследовательских организаций. Все они готовы представить свои работы в области математики и математического моделирования на 13-й Всероссийской научно-инновационной школе. «Вы являетесь создателями совершенно новой России, то есть новое поколение 21 века, оно в полной мере будет отвечать именно за создание нового облика России». Изначально молодежная научно-инновационная школа была площадкой для презентации исследований студентов, аспирантов и молодых ученых. Несколько лет назад к конференции присоединились школьники, которым интересны точные науки и те, кто уже рассматривает технические специальности как дальнейший профессиональный путь. На мой взгляд, вот эта школа, и вот эта работа, и вообще ваше увлечение, и вот это направление имеет не просто, так сказать, там какое-то научное значение, это действительно очень перспективный, серьезный взгляд в будущее. В течение двух дней участники конференции будут работать на восьми секциях. В разработке молодых ученых будет оценивать жюри, в состав которого вошли специалисты ядерного центра и представители ведущих университетов. Это активно развивающаяся область, и мы начинали когда-то с четырех секций стабильных, а потом мы уже стали открывать и матмоделирование в химии, и вот сейчас методы и модели цифровых технологий. По итогам работы секций будут определены победители и призеры. Также в рамках конференции пройдет олимпиада по численному моделированию задач физики взрыва и удара в комплексе «Мастер». В этот раз на проекте «Читаем слух» девятиклассники читали поэму «Люблю» Владимира Маяковского. Лирическое произведение разделено на 11 глав, каждая из которых посвящена отдельной теме. Я читала отрывок из поэмы «Люблю» главы «Мальчик», и эта глава описывала детство Маяковского. Я считаю, что основной характер человека закладывается в его именно детстве, и всегда детство именно великих таких людей, известных, оно всегда очень интересно. Критики считают «Люблю» одним из самых светлых произведений поэта. Он написал ее под влиянием сильного чувства к Лилии Брик и вложил в поэму только положительные эмоции. Будучи до безумия влюбленным в Брик, Маяковский посвящал ей многие творения, выходя далеко за рамки автора-агитатора. «Лучше Маяковского советской поэзии о любви не писал никто. Так, чтобы вот он в дракузке сердце и вырывал их, и вышвыривал на обозрение всем, и делился своими эмоциями со всем миром». Если я чего написал, еще один стих о любви, который прочли старшеклассники. В нем Маяковский не просто говорит, он кричит о своих страстных чувствах. «Если ты любишь, не будешь скуп ни на эмоции, ни на слова, ни на поступки». Этому в первую очередь учит поэт. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 10 апреля. Четвероклассники школ города прочитают слух сказки Павла Бажова из книги «Малахитовая шкатулка». «Деточка, потенциала я не вижу. Выбери себе, пожалуйста, другую профессию». Эти слова Ирина Гончарова услышала в свое время от Вячеслава Зайцева, когда пришла поступать в текстильный институт. Было обидно, но характер не позволил ей пустить руки. Ирина решила добиться своей цели и стать дизайнером одежды. Я докажу, я докажу, что как же вы ошибаетесь, Вячеслав Михайлович. Знакомство соровчан с театральным художником началось с рассказа о жизненном пути, о трудностях, которые пришлось преодолевать, неугасаемом желании шить и радовать своим творчеством окружающих. Ирина Гончарова работала портнихой и художником по костюмам в театрах у Марка Розовского, Романа Виктюка и Евгении Петросяна. Попутно участвовала в различных конкурсах дизайнеров. Это была фантастическая школа, которая научила меня всему шить за один день 15 костюмов, из рыночной торговки делать тонную бабу с собачкой, придумывать какой-то смешной, гротесный образ. Несколько лет назад Ирина придумала фестиваль «Народный карнавал» и провела такие самобытные шоу в 15 российских городах. То, каким возможно будет фестиваль моды и красоты в нашем городе, наглядно продемонстрировали видеоролики с прошедших мероприятий. Также на творческой встрече посетители увидели две коллекции шляпок Ирины Гончаровой. А самые смелые зрителицы попробовали себя в качестве народных моделей и примерили авторские наряды. Взгляд рассеянный, губы расслаблены. Саленое ведро, понесли спея. После небольшого мастер-класса по подиумной походке саровчанки продемонстрировали дизайнерские костюмы. И женщины, которые, возможно, впервые выступали в роли модели, получили огромный заряд положительных эмоций. Получился проход. Под музыку. Замечательно. Мы же все женщины. Народный карнавал пройдет в Сарове в рамках празднования Дня города в июне. И творческая встреча с Ириной Гончаровой дала старт подготовке к предстоящему модному шоу. Всю актуальную информацию о фестивале моды и красоты и новых встречах с известными дизайнерами можно узнать на сайте ArtSarov. В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и отправили в наши ворота сразу три шайбы. Во втором игровом отрезке саровчане сравняли счет. Но буквально за пару минут до конца периода за воротами хозяев поля вновь загорелся красный свет. Третий период показал, что Дзержинский уран настроен только на победу. Гости забили саровчанам еще два гола. Отыграться нашим спортсменам не удалось. Встреча закончилась со счетом 4-6. По итогам турнира хоккейный клуб «Саров Инвест» занял четвертую строчку турнирной таблицы. Как показали все игры, не только плей-офф, но и чемпионаты, что в среднем где-то 5-6 команд трудительно равны, с которыми можно играть, с которыми интересно играть. Где-то люди побольше поиграли, где-то опыта побольше, где-то физически. Нам немножко не хватило, но как бы неплохой сезон. В прошлом сезоне команда «Уран» из Дзержинска стала победителем турнира Высшей хоккейной лиги Нижегородской области. А в этом году спортсменам удалось занять лишь третье место. По мнению спортсменов, в этом сезоне за победу в чемпионате боролось 8 сильных команд, каждая из которых могла претендовать на первое место. Слава Богу, выиграли. Были, конечно, особенно во втором периоде, были моменты, когда уже такая нервная игра пошла, но это все равно финал. Хотя за третье место, за бронзу, но за медаль. Даже где-то лучше выиграть бронзу, чем в финале выиграть серебро. Поэтому это всегда более радостно. Уже не первый год саровчане поддерживают любимую команду. Многие болельщики стараются не пропускать ни одной домашней игры. По их мнению, этот сезон для хоккейного клуба «Саров Инвест» выдался удачно. На этих ребят стал ходить. В прошлом году они меня рассодорили. Многие ребята, так сказать, повысили свой уровень мастерства. Это вообще отлично. Я за некоторых очень рад на самом деле. В целом сезон великолепный. И хотелось бы, чтобы все-таки вот этой команды, администрации города, и вообще в ней обратили внимание. Именно этой команды. Молодцы. Мы не ожидали этого первого, потому что первый раз играем в высшей лиге по области. Победителем чемпионата высшей хоккейной лиги Нижегородской области стал ХК «Старт» из Таншаева. Второе место у хоккейного клуба «Кстова». Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok